Доброе утро, друзья! Это «Маланка. Регионы». Ждем ваших лайков и комментариев, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. А география просмотров будет становиться намного шире. А значит, именно от вас зависит, насколько большая аудитория сможет узнать всю самую актуальную и правдивую информацию о Беларуси и ее регионах. Ядерные отходы с Белорусской атомной станции планируют захоранивать на территории Полесского радиационного заповедника. По мнению начальника управления по обращению с радиоактивными отходами МЧС Беларуси Дмитрия Павлова, этот регион в ближайшее время будет обследован. И если позволят условия, то здесь может разместиться единый пункт хранения использованного радиоактивного топлива. Напомним, Полесский заповедник занимает 216 тысяч гектаров. Это 1% территории страны. И примыкает непосредственно к зоне отчуждения. В данный момент на его территории находится 16 пунктов захоронения, в том числе биологических отходов и пункт временного складирования твердых радиоактивных отходов. Предполагается, что в новом едином пункте захоронения отходы с Беларуси будут занимать примерно 95%. Остальные будут привозить с других объектов. К примеру, туда привезут могильники радонового типа, которые теперь находятся под Минском и принадлежат спецпредприятию ЭКРС. А также содержимое могильника под Речицей, который в советские времена был центральной базой хранения ядерных боеголовок войск СССР. Тем временем, так называемый министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что строительно-монтажная готовность второго энергоблока на БелАЭС составляет более 96%. Правда, когда он будет введен в эксплуатацию, не озвучивается. Что неудивительно, ведь первый энергоблок после включения большую часть времени находится на якобы плановых ремонтах. Для школьников Минского района организовывают видеостримы с заключенными колонии. По информации Made in Team, так называемый департамент исполнения, наказание МВД и Министерство образования считают это очень удачной формой профилактической работы с молодежью. Заявляется, что эксперимент показал себя хорошо, поэтому уже в ближайшее время может стать нормой для всех учебных заведений страны, где были зафиксированы попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Но самое главное в этой истории то, что вся эта придумка запущена на деньги Глобального фонда, то есть за средства, которые предназначались на реализацию международного проекта по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ и туберкулезом в Беларуси. Более того, в новую форму профилактической работы вовлечена и Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. То есть, если раньше Глобальный фонд финансировал покупку лекарств для ВИЧ-положительных пациентов и обеспечивал наркоманов бесплатными шприцами и презервативами, то теперь, по указке силовиков, он фактически ломает мировосприятие белорусских детей. В Гомельской области на ремонт изношенных мостов и путепроводов надо потратить как минимум 90 миллионов долларов. На семи таких объектах уже начинаются работы. Еще на трех ремонт должен начаться уже в ближайшее время. Журналисты Флагшток решили разобраться, во сколько это обойдется бюджету, и были удивлены. Только озвученная на сегодняшний момент сумма составляет почти 11,5 миллионов долларов. Но в нее входят далеко не все объекты Гомельской области, которые экстренно нуждаются в ремонте. Например, в 2023 году планировалось завершить проектные работы по реконструкции моста через Припять в Мозоре. Сегодня на нем ограничено автомобильное движение. Только на разработку проектно-сметной документации и выполнение изыскательных работ по реконструкции здесь планировалось выделить порядка 1,5 миллиона долларов. А предварительная стоимость реконструкции моста оценивалась в 51 миллион. Реконструкция моста через Днепр возле Речицы, который также закрыт для движения, оценивается в 31 миллион долларов. И все эти суммы абсолютно не учитывают организацию альтернативных маршрутов для жителей города и деревень. А также связанные с закрытием путепроводов транспортные коллапсы. А ведь ремонтировать надо и мосты, и на республиканских трассах, и региональные переезды, что тут же нарушит логистику многих поставок, в том числе и для бюджетных организаций. Анатолий Шумченко Которое теперь было признано властями экстремистским. Но в то время этого ярлыка не носило. В прошлую пятницу у Шумченко прошел обыск, во время которого у предпринимателя забрали компьютер и телефон. Не так давно он написал в соцсетях, что собрал тревожный чемодан на случай форс-мажора. Напомним, объединение предпринимателей «Перспектива» была ликвидирована в сентябре прошлого года. Ее руководитель Анатолий Шумченко много раз заявлял, что политика не имеет ничего общего с этой организацией. Ее единственная цель – помощь в развитии малого бизнеса. Но когда ты помогаешь тем, кто стране не нужен, то автоматически становишься опасным для нее. Друзья, напоминаем вам, что мы есть почти во всех соцсетях, так что ждем ваших подписок и комментариев. «Маланка новости» и «Маланка регионы» также выходят в аудиоформате на всех основных площадках. Ссылки на все наши ресурсы есть в описании к этому выпуску. Но не забывайте делиться с нами информацией через наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и Жыве Беларусь!